В эфире программа события недели и я журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе Абхазия отметила день государственного флага республики. Аэродром международного аэропорта Сухум имени Владислава Арденба получил статус аэродрома совместного базирования. А Центризбирком Абхазии зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Таким образом, количество людей, претендующих на высший пост в стране, достигло 10 человек. Специфику нынешних президентских выборов мы обсудим позже с гостем в студии. А сейчас о наиболее значимых событиях этой недели. 23 июля в Абхазии отметили день государственного флага республики. Эта дата подытожила долгий и тяжелый путь к независимости, который проделал народ Абхазии. Государственная символика была принята в тяжелых условиях политической конфронтации с Грузией 27 лет назад, 23 июля 1992 года, фактически перед самой войной. Автор флага и герба Абхазии известный абхазский художник график Валерий Гамгия. Нашему народу пришлось отстаивать право иметь государственную атрибутику. Она стала символом победы и свободы нашего народа. С днем государственного флага народ Абхазии поздравил президент республики Рауль Хаджимба. В день флага в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля прошла встреча депутатов Верховного совета первого созыва, представителей абхазской интеллигенции и государственных деятелей. Участники встречи обсудили, что стала точкой невозврата в грузино-абхазских отношениях и причиной войны в Абхазии. Я хорошо, например, помню 23 июля, потому что накануне Артенба позвонил и сказал, я хотел бы там увидеться, если ты можешь, приди пораньше. Я пришел пораньше в этот день. Он вышел, отозвал меня, и мы так в коридоре коротко поговорили. И он сказал о том, что в Конституции 25-го года, это было довольно неожиданно все. То есть знали, что это готовится, но было очень неожиданно, и я как-то сказал им такую фразу, это война. Праздник отметили и в Государственном музее боевой славы имени Владислава Артенба. Здесь прошел концерт артистов абхазской эстрады и выступления танцевального коллектива Абаза. Вечером на набережной столицы прошли гуляния, организованные Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Ключевым событием праздника стало народное шествие. Люди в сопровождении конницы и группы факельщиков принесли огромное 20 на 30 метров полотно государственного флага Абхазии по набережной Махаджира. От Абхазского драмтеатра до знаменитой Брехаловки организаторы праздника установили 21 историческое знамя. Каждая из них в разные годы развивалась над Абхазией. Уже по сложившейся традиции праздник флага многие встретили в национальных костюмах. Аэродром Международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба получил статус аэродрома совместного базирования. Такой проект распоряжения президента Абхазии Рауля Хаджимба приняли на заседании Кабинета министров, которое прошло под председательством главы государства в пятницу 26 июля. В ходе заседания члены правительства постановили присвоить Международному аэропорту Сухум четырехзначный буквенный код УРАС. Также Кабмин постановил подготовить нормативно-правовые акты в области использования воздушного пространства республики, авиации и провести мероприятия по обеспечению функционирования аэропорта Сухум. Работа по восстановлению Сухумского аэропорта с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации должна быть завершена до 1 ноября 2019 года. Насколько важно открытие аэропорта для Абхазии с точки зрения развития туризма и взаимодействия со внешним миром, оценил глава государства Рауль Хаджимба. И это как раз-таки вопросы укрепления тех связей, которые позволят нам получить и туриста, получить и людей, приезжающих к нам не только в качестве туристов, а в качестве и инвесторов. Мы же говорим о том, что аэропорт работает не только в сфере авиационных, как говорится, деятельностей. Аэропорт даёт возможности и вне авиационной, как говорится, деятельности получать дополнительные доходы. А это наши с вами бюджетные возможности. Это только первые шаги. И всё будет зависеть от того, как мы будем выстраивать эти отношения, как мы будем настойчивы в этих вопросах. Центральная избирательная комиссия завершила приём документов от инициативных групп и политических партий для выдвижения на должность президента Абхазии 16 июля. Трое претендентов – Астамур Кокалия, Артур Анкваб и Астамур Оторба – прошли дополнительную проверку в ЦИ. 26 июля Центр избирком принял решение зарегистрировать их в качестве кандидатов в президенты Абхазии. Также ЦИК обсудил формат проведения жеребёвки по распределению бесплатного эфирного времени на абхазском телевидении между кандидатами на высший государственный пост страны. Дата жеребёвки была назначена на 29 июля. Кроме того, комиссия Центра избиркома приняла протокол окружной и участковой избирательной комиссии и обсудила обращение представителей абхазской диаспоры из Иордании о проведении выборов и там. Основная наша задача – организация проведения выборов и определение воли и заявления граждан. То есть пусть граждане определят, насколько он достоин быть президентом, тот или иной кандидат, или не достоин. Поэтому решение сегодня было принято положительным. В связи с тем, что к нам вновь прибыли члены комиссии с совещательным голосом, это представители кандидатов, которые непосредственно заинтересованы в самом процессе, который предоставляет государство, бесплатно предоставляя эфир на государственном телевидении. Мы предоставили им все материалы, ранее разрабатывавшиеся. С учётом их мнений, уже 29 числа, тоже крайний срок принятия данного решения, будет принято окончательное решение и проведена жеребёвка. Кроме всего прочего, в разном было, значит, у нас рассмотрено заявление с Ярдани, с общественной организации, значит, от диаспоры абхазской, которая обратилась к нам с просьбой организовать избирательный участок в Ярдании. Конечно же, это всем понравилось, само заявление, я за чём, но, к сожалению, законодательство не позволяет нам сегодня открыть избирательный участок в Ярдании. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидатов в президенты и до дня голосования. Всего по республике будут открыты 152 избирательных участка и 3 участка за пределами Абхазии. В Москве, в Стамбуле и Черкесске. Итак, на главную должность в государстве претендует 10 человек. Такое количество кандидатов в президенты зарегистрировано впервые в истории Абхазии. Почему так много претендентов на главный пост в стране? Как добиться доверия избирателей? И что станет главной задачей нового президента страны? Мы побеседуем с гостем в студии, журналистом и политологом Иналом Хашик. Здравствуйте, Инал. Добрый день. Чуть меньше месяца осталось до президентских выборов. Завершился период регистрации. ЦИК уже рассмотрел все документы кандидатов на главный пост в стране. И вот в связи с этим я бы хотела спросить о специфике нынешней президентской кампании. В частности, впервые в истории Абхазии так много кандидатов на главный пост в стране. Чем бы вы это объяснили? Во-первых, я предложу два варианта ответа. Вы считаете, что у нас много в стране грамотных, амбициозных политиков? Или же президентское кресло стало более доступным? Я бы все-таки остановился на том, что просто планка заметно понизилась. В общем-то, амбиции хватает, но определенных знаний, определенной самооценки, определенной оценки ситуации в стране, в которой мы находимся, и путей разрешения вот этих хронических кризисов, которых у нас происходит, вот этого нет. К сожалению, мне кажется, вот ленинская фраза «каждая кухарка может управлять государством», она как-то стала буквально восприниматься, дословно стала восприниматься многими. К сожалению, мы так и не создали профессиональный политический класс. То есть, какой-то период времени нам хватало того политического класса, который нам достался от советской эпохи. То есть, люди, которые имели определенную школу, партийную школу имели в советские времена, то есть, те же там, или там были взращены уже в период перестройки, когда тоже уже пошла новая волна, другая волна. Пошли значительные изменения политической жизни Советского Союза. Но этот ресурс у нас уже подошел к концу. То есть, у нас уже законодательно существуют ограничения возрастные. 65 лет человеку, и он уже, в общем-то, может, конечно, претендовать на многое, но единственное, на что он не может претендовать, это занять постпрезидентом. Но вот нового политического класса, который бы уже вписывался вот в эти все эти ограничительные меры, то есть, в том числе и возрастные, мы, в общем-то, и не воспитали. То есть, у нас есть такой любительский класс, который участвует ситуативно в каких-то акциях. Но сейчас уже есть люди, которые, в общем-то, вообще никогда не участвовали в политических каких-то делах и просто думают, а не замахнуться мне на президентство целой Абхазии. Скажите, вы видите причину в том, что у нас, в принципе, не воспитываются, нет, скажем так, такого люфта, где могли бы расти молодые политики. Как вот вы считаете? Нынешняя наша система избирательная, она, к сожалению, не настроена на воспитание политических кадров. Ибо, опять же, когда мы все время говорим о парламентских выборах, потому что они проходят по мажоритарной системе и так далее, и мы отказываемся от, допустим, перехода хотя бы на смешанную систему, когда часть кандидатов бы проходила в парламент по партийным спискам, мы, в общем-то, в этом смысле лишаем возможности создания реальных, более серьезных, более конкурентоспособных политических групп, профессиональных. И в нынешнем контексте любые политические образования – это вот такие клубы, просто любительские клубы по интересам, не более того. И вот этот интерес, он появляется только в периоды выборов. А между выборами обычно у нас такая гладь да тишина. Есть несколько организаций, которые там имеют какие-то амбиции, которые периодически заявляют о себе, но это тоже, опять же, там нет такой серьезной политической работы. Даже вот в той же оппозиции, когда сегодня, допустим, вот эта история, которая произошла с Саланом Бжане, и вот какой-то замены очень долго не могли найти. То есть там тоже шли большие консультации, для них это тоже стало проблемой. То есть если бы нормальная политическая система была бы выстроена, если бы работали бы нормальные политические организации, в профессиональном таком постоянном режиме работали бы, то этой проблемы кадровой не возникло. Но сейчас вот у нас есть такие проблемы. И с этим надо что-то решать, мне кажется. И в итоге мы получаем такую ситуацию, когда большие части избирателей, кандидаты в президенты страны попросту незнакомы, неизвестные личности. Ну, вот это и есть тот результат, который мы получаем от того, что мы не хотим перейти на новую систему, то есть изменить вот этот наш подход ко всей системе выборов. И, к сожалению, я думаю, если мы не изменим этого, то к следующим выборам мы получим не 10 кандидатов, а 20 кандидатов. И все это будет идти по нарастающей. Отказ от изменений, он порождает вот такого рода элементы. Нужно еще, мне кажется, какие-то все-таки барьеры ввести в этом плане. Но вот, допустим, на Украине очень эффективный, мне кажется, такой барьер есть. Все-таки, понятно, там подписи и так далее. В нынешней ситуации можно подделать все, что хочешь сделать, сделать эти списки, там по-абхазски решить. Но, допустим, если ты хочешь стать президентом, то, допустим, платишь определенную сумму денег, зачисляешь в фонд, в ЦИК, допустим, условно говоря, 2 миллиона рублей. Если ты не набираешь, к примеру, 5% голосов в результате выборов, эти деньги отходят государству. Если ты набираешь там от 5% и выше, то деньги эти тебе возвращаются. То есть, мне кажется, вот этот барьер, он все-таки остудит некоторых людей, которые просто делать нечего, хотят заняться каким-то самопиаром. И, в общем-то, будут отнимать и время, и внимание людей от насущных проблем. Все-таки мы выбираем президента страны, которым общество будет доверять следующие 5 лет управлением этим государством. И устраивать из этого мероприятия балаган. Я думаю, это, в общем-то, ну, почти что преступно. Я думаю, что с вами не согласится довольно значительная часть наших избирателей, потому что, знаете, как у нас всегда ожидают борца за справедливость. Пусть он не имеет денег, но он идейный, умный и, как скажем, очень перспективный. И на него мы хотим, допустим, поставить, довериться ему. Но вот нету денег. Послушайте, любой борец за справедливость, он должен просыпаться, у него должно просыпаться желание бороться со справедливостью, не в момент каких-то президентских или депутатских компаний. Это желание должно быть ежедневное. И этот процесс должен проходить на регулярной основе. То есть не может быть, что вот человек сегодня появился, она его не знает, и вдруг он заявил о том, что вот он и есть та мессия, которая нас выведет из этого кризиса. Не бывает такого. И мне кажется, нужна серьезная ревизия тех правил, которые у нас есть, и они должны измениться. Мы должны навести какой-то элементарный порядок. И мне кажется, невозможно, допустим, человек, который не пошел даже в первый класс, и сразу говорит о том, что вот посмотрите, какой он замечательный ребенок, ему надо сразу кандидата наук в звание этот дать. Но не бывает такого. Политическая жизнь в стране должна соответствовать определенной логике. Эта логика должна быть понятна и должна фиксироваться в таком ежедневном режиме. А не так, что опять я говорю, что раз в пять лет ты вдруг просыпаешься и говоришь, хочу стать президентом. Какие еще барьеры могли бы быть для того, чтобы человек смог выдвинуться просто кандидатом в президенты? Ну, барьеров, не знаю, мне кажется, не хватает. Не то, что барьеры, но, скажем так, фильтры некие. Ну, я думаю, все-таки, если мы начнем больше уделять внимание политическим организациям, я думаю, эти фильтры, они само собой появятся. И уже вот просто вот так делать нечего, чтобы человек пошел баллотироваться, уже этого не будет, мне кажется. Наша проблема, опять же, я говорю о том, что мы не хотим каких-либо изменений видеть, а потом удивляемся, от чего это произошло. Вот это нежелание видеть изменения, оно порождает, вот это, знаете, как человек болеет, да, и говорит... Нежелание делать изменения. Да, да. И вот человек болеет, да, пойдите к врачу, да нет, нет, это само рассосется, да, и обычно как бы это не рассасывается, усугубляется. И вот нам это касается же не только избирательной системы, это касается всех сфер жизни в Абхазии, где у нас есть проблемы. А у нас есть проблемы везде, у нас есть проблемы в экономике, в социальной сфере, где только у нас этих проблем нет. Сейчас не будем об этом, я хочу вернуться к тому, о чем мы говорим. Мы имеем то, что мы сейчас имеем. Что вы прогнозируете? Второй тур? Не второй тур. Как все это будет происходить? Как будет складываться ситуация вот ближе к 25 августа? Ну, вы знаете, нынешние выборы уникальны не только количеством кандидатов. Нынешние выборы уникальны тем, что результат абсолютно непредсказуем. И это абсолютная непредсказуемость, она плод вот той апатии у общества, которая существует ко всему абхазскому политическому классу. Я хотела задать этот вопрос, спросить про настроение электората, вот как ощущается, то ли есть ли усталость, апатия. На каких, на чем вы основываете? Ну, мы все живем, в общем-то, в маленькой стране, где, да, там, не проводятся социологических опросов, но ты живешь в маленьком обществе, где у тебя есть соседи, родственники, где ты регулярно ходишь на свадьбы, на похороны, на другие мероприятия какие-то. И ты видишь, в общем-то, людей, которых давно знаешь, как они себя вели, там, допустим, на предыдущих выборах или там на выборах 2004 года. И ты понимаешь, что эти люди уже устали от того, что лица все время меняются, идут по кругу, а, в общем-то, каких-то изменений нет. И у них есть определенное разочарование. И, мне кажется, очень огромное количество, наверное, до этого я и не наблюдал такого количества людей, вот, которых называют протестный электорат, да. Это раньше, там, допустим, на каких-то выборах, даже до начала агитационной кампании, люди уже знали точно, за кого они будут голосовать. Сегодня у меня такое ощущение, что большинство людей просто не, ну, как бы не определилось. Да, вроде бы выбор большой, 10 человек, но люди не знают, за кого голосовать. То есть, они не решили для себя, кому отдадут голос. И в этом контексте, конечно, очень важно, как пройдет агитационная кампания. От того, насколько убедительны будут доводы людей, кандидатов, которые будут излагать свои программы, если, конечно, у них есть они, да, и насколько люди поверят вот в эти программы. И тогда, наверное, тот кандидат, который будет более убедительным, он все-таки получит какой-то определенный, более высокий результат. Считаете ли вы, что нужно как-то вот на законодательном уровне, на каком-то другом уровне обязать кандидатов участвовать в теледебатах? Ну, я думаю, это, в общем-то, элементарная такая вещь, которая должна быть. Тем не менее, он может отказаться. Да, но если, допустим, кандидат отказывается от участия в дебатах, я думаю, можно было бы даже и более жесткие меры принять, вплоть до снятия его с президентской гонки. Мне кажется, это уже есть неуважение своего избирателя. То есть, нежелание говорить со своими политическими оппонентами, это уже тревожный сигнал. Потому что мы уже знаем, когда, бывает, люди приходят в власти, они просто напрочь не видят оппозицию. То есть, для них это как будто бы враг какой-то, с одной стороны. С другой стороны, именно в дебатах, в этих спорах может уже выкристаллизовываться сама ситуация, способность твоей программы отвечать на какие-то определенные вызовы. То есть, люди будут ставить под сомнение, и ты должен, те или иные пункты этой программы, ты должен будешь защищать эту свою программу. Это своего рода защита своей программы, выборной программы. То есть, избирателям будет понятнее, за кого им голосовать, в случае, если кандидат как-то лично будет отстаивать свою программу. Конечно, дебаты, они заметно упростят в этом плане выбор человека. Когда агитационная кампания будет сводиться только к тому, что человек будет выходить и рассказывать о том, что он будет делать, и никто не будет, в общем-то, ему в этом плане оппонировать, это, конечно, тяжело, и в этом плане, конечно, можно подготовить хорошую программу, артистично своего кандидата там представить, чтобы он убедительно все это говорил, но если не будет каких-то таких вещей, которые его напрягают, то мы можем сделать, наверное, неправильный выбор. И мне бы не хотелось, чтобы людей вот таким образом обманывали бы. Что вы могли бы предложить кандидатам для того, чтобы они смогли как-то убедить своих избирателей, вот проголосовать за них, как бы понять их программу, их стремление, я не знаю, вот что они должны для этого сделать? Вот сейчас в данной ситуации, когда, в принципе, уже и времени особого нет, а с учетом того, что, допустим, какого-то прошлого его там многие избиратели не знают? Ну, таких я вряд ли в этом плане хороший советчик, потому что для меня, в общем-то, человек, который желает занять этот пост, для меня это вот, как бы он должен быть человеком, который жертвует, который идет на жертву. Но у меня такое ощущение, что жертвует собой, семьей, там, может быть, своим будущим, потому что страна действительно находится в очень тяжелом положении, это и криминогенная ситуация, там, и вот эти все традиции, которые в управлении, которые, в общем-то, они стали такими уже железобетонными, которых сломать трудно, да, сломать трудно, но надо ломать. И когда ты начнешь это ломать, у тебя будет очень много врагов, недоброжелателей, в том числе и людей, которые, в общем-то, тебя, может быть, и привели к этой власти, да, там, люди, которые тебя окружали в этом штабе. И мне кажется, в этом плане, то есть человек должен действительно, как бы, с собой жертвовать, да. Но у меня такое ощущение, что некоторые, может быть, даже не представляют этот груз проблем, с одной стороны. С другой стороны, да, мне кажется, некоторые из них идут все-таки, видя, в общем-то, что власть это стать президентом, это, в общем-то, для абхазских условий почти что абсолютная власть, возможность иметь доступ к определенным ресурсам. И вот эти ресурсы, наверное, очень многих все-таки манят и не дают им покоя. Будущий президент будет управлять страной следующие пять лет. Вот этот груз ответственности, о котором вы говорили, наверное, будет это не так просто, не так легко, к чему он должен идти. Вот понимаете, к чему он должен идти в следующие пять лет, вот в наших условиях. Ну, вы знаете, вот так же, как сейчас легко у нас возникает желание у людей идти в президенты, и отношение к выборам и ко всем этим, все, что связано с президентством, оно у нас, к сожалению, становится уже как-то, вот эта планка понижается. И не факт, что человек, которого изберут, вот в процессе нынешней президентской кампании, может досидеть пять лет. То есть у меня лично нет никакой гарантии. То есть если, я даже могу предположить, что если ситуация в стране после выборов не будет меняться, то есть она будет идти вот по этому течению, по которому она уже идет 15-20 лет, то вот каких-то экстремальных ситуаций, мне кажется, просто не избежать. И мне бы этого не хотелось. И экстремальные ситуации могут возникнуть, в общем-то, даже, может быть, не только спонтанно. То есть есть определенные вызовы, на которые мы должны будем обязательно ответить. Раньше у нас как-то получалось, как бы эти вызовы не замечать, и мы как-то их пытались обходить. Но сейчас, допустим, вот у нас в 2021 году полностью станет Ингургес. Ингургес станет и на ремонт. Это вот он продлится там от семи месяцев до года примерно, вот этот ремонт. То есть мы будем получать электроэнергию там с России. Наверное, это будут совершенно другие деньги, да? То есть, и, наверное, нам придется пересматривать тариф. То есть это уже другая ответственность. И мне кажется, вот эта ситуация с Ингургес, она может все-таки потом, если мы вовремя неправильно или вовремя не среагируем, или неправильно среагируем на все то, что нас ожидает, может привести к серьезному политическому, экономическому и социальному кризису в стране. И мы должны об этом думать. Но мне кажется, сейчас вот этого такого общего мышления вот этой нашей политической элиты, которая там вне зависимости от своих политических и других разногласий, вне зависимости от вот этих своих группировок и так далее, вот кажется мне вот этого общего размышления по выходу из этой ситуации у нас нет. К сожалению. И мне кажется, вот всем тем, которые имеют амбиции, мне кажется, вот нужно все-таки вот думать о тех вызовах сообща, может быть, вот всем этим политическим группировкам. Я сейчас не говорю партиям, потому что партии это тоже, как понятно, стали у нас некой условностью вот этим всем политическим группировкам. Наверное, надо думать сообща над теми вызовами, которые ждут Абхазию в ближайшие годы. И в этом контексте очень важно это делать, потому что в силу определенных ситуаций, которые происходили последние годы, у нас тот же институт президентства, он может быть крайне неустойчивым. Институтом, который не будет гарантирован вот этим пятилетним сроком нахождения работы там одного и того же человека. Основные задачи будущего президента страны в чем вы видите? Ну, основные задачи это все-таки действительно реальные реформы, которые люди почувствуют. Да, эти реформы будут тяжелые, не пряники раздавать, потому что страна все-таки должна стать эффективной. Но для того, чтобы эффективной она стала, нужно все-таки какие-то жесткие правила поведения в этой стране ввести. Правила ведения экономической жизни, правила поведения правоохранительной системы, чтобы какой-то порядок навести. И, конечно, люди, которые там 25 лет жили в одном укладе, жизненном укладе, и вот это резко менять, это, конечно же, да, на словах людям хочется реформы. Но когда начинаются эти реформы, они очень возмущены, потому что это их начинает касаться. Но, понимаете, когда человек тяжело болен, ну, условно говоря, он там раком болеет, да, ему надо операцию проводить, да, и когда ему удачно проводят операцию, вот этот период реабилитации, он все равно сразу после операции не побежит, да, то есть организм, он перестраивается, то есть и то же самое мы должны, если мы будем проводить реформы, в нашей стране пройдут реальные реформы, да, какой-то период будет тяжело, но потом, в общем-то, стране от этого станет намного легче. Поэтому мне бы хотелось бы, чтобы любой избранный президент будущий, он именно делами завоевывал доверие, именно своими делами. Маленькая Абхазия здесь 250 тысяч человек живет, и каждый, в каком бы уголке этот гражданин наш не жил, он практически знает, чем будет, чем занимается власть, да, он эту власть ощущает, даже, да, ощущает. И любая абхазская власть, она так или иначе находится на расстоянии одной вытянутой руки до любого гражданина. И этот гражданин, если он чувствует какой-то фальшь, если он чувствует, что нет этой действенной работы, если слова расходятся с делами, тогда вот возникает эта апатия и неприятие власти. Поэтому для любого человека, который будет избран на эту должность, гарантией доверия будут только его дела. Инал, такой вопрос. Как вы думаете, эти нынешние выборы будут в спокойной обстановке, или же они все-таки, как и прошлые, будут такие нервные? У нас любые выборы нервные, эмоциональные, но я думаю, будут таких бессерьезных таких кризисов, да. Главное, все-таки, мне кажется, даже не эти выборы, а как поведет себя тот человек, которого выберут уже последующие пять лет. Электорат придет на избирательные участки? Да, сейчас существует, конечно, большой процент людей, у которых действительно серьезная апатия ко всем этим политическим выборным делам. Просто многие просто не определятся. Они, может, и пришли бы. Да, но и многие тоже говорят, мы не пойдем. Но я думаю, вот эта агитационная кампания, да, так или иначе, кого-то сдвинет с места. Но я думаю, все-таки люди придут, мне кажется. Да, это не будет там больше, чем, допустим, на прошлых, позапрошлых выборах. Но необходимый процент для того, чтобы выборы состоялись, я думаю, люди все-таки придут. И у меня такое ощущение, что все-таки будет второй тур, мне так кажется. Ина, благодарю, спасибо за интервью, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Иван, спасибо, до свидания. А теперь к новостям субботы. 27 июля из села Ажара, расположенного в Кадорском ущелье, во вторую городскую больницу Сухума с гипертоническим кризом доставлен гражданин Асабуа, 1954 года рождения. Доставка больного производилась силами медицинского управления МЧС Абхазии на вертолете Ми-2. Вылет был произведен около половины шестого утра из Сухумского аэропорта. Сигнал о том, что в селе Ажара, расположенном в Кадорском ущелье, человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил в МЧС Абхазии в пятницу, 26 июля. Транспортировка больного происходила под наблюдением медперсонала МЧС. Ему была оказана первая медицинская помощь. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok